Аль-Хамду лиллах, Аль-Хамду лиллахи, Раббил Алямин, Уал-Акибатул Лил Маттаقин, Вассалату, Вассаламу Аля Расулина Мухаммаду, Аля Алихи, Асхабих Аджимаин, Ам-Наба'ат, Ассаламу Алейкум, Рахматуллахи, Ва Баракятуху. Приветствуем всех гостей, учеников, всех, кто любит Академию Медина. На нашей площадке у нас в гостях сегодня Асхат Хазрат, Ассаламу Алейкум, Рахматуллахи, Ва Баракятуху. Люди добавляются в эфир. Бисмилля, начинаем. Бисмилляхи, Рахматуллахи, Рахматуллахи, Ассаламу Аля Набиину Мухаммаду, Аля Алихи, Ассахбе, Аджмаин, Радына Биллайхи, Рабба, Белислями, Дина Биллайхи, Мухаммаду, Салаллаху Алейкум, Аля Алихи, Алиху Алиху, Расулина. Мы опять с вами собрались на это мероприятие, на этот урок Тафсира. Сегодня наш урок. Мы хотели бы продолжить вчерашний аят. Аллах, где, Субханава Аля, сказал «Кад афляхал муаминун, а ладинахум фи салат им хащи'ун». «Креуспели верующие, которые фи салат им хащи'ун, которые трепетно относятся к своей молитвам, которые с трепетом выставят свои молитвы». Мы сказали, что хушу'а – это что? Это когда человек богобоязнен выставит молитву, с набожностью выставит молитву. Мы вчера рассказали, что именно тот намаз, для чего Аллах, Субханава Аля, приказал молиться, именно ради того, чтобы была у нас богобоязненность во время молитв. Разве это Аллах, Субханава Аля, приказал молиться. И когда Аллах, Субханава Аля, сотворил Джанна-тюль-Адин, сказал «Антыки», сотворил Джанна-тюль-Адин, сказал «Говори». И тогда первое, что сказал этот рай – «Кад афляхал муаминун, а ладинахум фи салат им хащи'ун». Также вчера мы вспомнили, что намаз, который делал Борок Мухаммад, Субханава Аля, конечно, он отличался от того намаза, который мы сейчас с вами молимся. Когда Борок Мухаммад, Субханава Аля, читал намаз, слышно было его азийское «Азизин Мирджаль Минальбука». То есть, когда он выставил молитву, плакал, подобно как кипящая посуда, когда шумит вот этот звон. Вот это исходил такой звон из посланника, Субханава Аля, от богобоязницы молитвы. Умар ибн Хаттаб, Раддаллаху Альгу, когда был имамом, за ним, который Джанна-тюль-Адин, не понимали аяты, которые он читал. Потому что он много-много плакал, сильно плакал в молитвах. Потому что такие вот они были набожны во время молитвы. И мы понимаем из истории то, что именно та молитва, о которой Субханава Аля говорит, намаз запрещает человека от всего плохого, от дурного отталкивает. Именно тот намаз, который оставляет след в нашей жизни, это тот намаз, в котором есть хушу, в котором есть набожность, богобоязненность. Именно когда мы изучаем по фигу с вами, и так далее, но однако мы забываем, самое главное, о сердце, духе намаза, это аль-хушу, именно набожность. Теперь мы с вами, каждый из нас хотел бы стать богобоязнен, то есть был в намазе. И мы видим, когда иман говорит, и стоят два брата рядом, один стоит во время намаза, он плачет, и видно, как его слезы текут и падают, капают на ковер. Другой стоит, человек вздевает, думает о чем-то, смотрит на часы, когда побыстрее его закончат. Это оба прочитали молитву, но их молитвы разные. Теперь мы хотим с вами, уважаемые братья и сестры, получить вот эту сладость молитвы, вот эту хушу, и как же его достичь? Какие причины для того, чтобы получить некий вот этот трепет во время молитвы? Первое, истиадад кис-саля, истиадад ухусм валь-джад, именно приготовиться для намаза. То есть перед тем, как мы с вами говорим, тагбират или храм, мы уже до того, как сказать Аллаху Акбар, мы должны были готовы войти в этот намаз. Поэтому мы даже можем проверить, например, на себе, вот сейчас во время Рамадана, например, ифтар сделали, и если мы, например, где-то далеко сделали, второе, быстро-быстро-быстро спешим, намаз, мечеть, там, через пробки и так далее, смотрим, да, за мной, да, и сейчас остается пять минут, это, кое-как заходит. Аллаху Акбар, весь день такой, такой дышишь, такой, тяжело дышишь, не знаешь о чем. Еще не зашел ты в намаз, ты еще где-то там едешь. И уже имам пришел первый, второй, аркиат, и ты не понял, что произошло с тобой. А именно, если ты минут 15 взял до намаза, прочитал тафсир, подготовился, намазал с миском, то есть подумал об Аллахе, то, что сейчас у тебя радость, сейчас у тебя будет встреча с Аллахом, сейчас ты будешь читать намаз, сейчас ты свой лоб, самое дорогое, что есть у человека, это сделать земной поклон, самое дорогое, что это есть лоб и самое унижение для человека, это земной поклон. Но, однако, если ты свой лоб делаешь, именно, земной поклон делаешь ради Аллаха, то это самое великое положение твое. Так сказать, проху Мухаммад, саллаху алейху салям, Акрамау да айля Аллах, и сучу, самое приближенное время раба к Аллаху, это во время сажда. И также Аллах, субхану алейху, говорит, кэлля ла тута'ау, фасиджут вактариб. То есть, что сделай сажда и приближайся к Аллаху, субхану алейху, субхану алейху. И мы должны еще быть готовы, до того, как, скажем, такбирует или храм, мы должны быть готовы к этому намазу. Говорит, Аиша, саллаху алейху, говорит, когда пророк Мухаммад, саллаху алейху салям, был с нами в доме, и какое-то что-то, он какое-то дело делал, домашнее дело. И когда говорил ему, азин, билай, азан, Аллаху алейху, в этот момент пророк, саллаху алейху, вставал, и как будто бы он нас не знал, и мы его не знали. То есть, представляете, в доме, саллаху алейху, что-то сделал, супруги его, дети, близкие, там, да. Когда азин, говорит, ну азин, он вставал, как будто мы чужие люди для него, как будто мы для него не родные люди. Как будто он говорит, сейчас, Аиша, не для тебя время. Твое время закончилось, сейчас время для Аллаха, субхану алейху. Поэтому нужно, пораньше, вот сейчас, например, на тарабихе, намаз, когда мы едем, пораньше стараться приезжать на намаз, или даже на джема-намаз. Почему Аллах, субхану алейху, обещал, во время пятничного намаза, кто первый пришел, ему больше такая награда, кого-то он там сделал, такой-то садакан, кто попозже, и так далее, меньше, меньше, меньше. Чем ты раньше приходишь на намаз, тем больше ты чувствуешь, это хушуа, и подготовка к намазу. То, что нужно сделать лучше вуду, тахарат, то есть, как бы сделать, альхамдулили, не так спеша. Во время тахарата мы должны понимать, что это тоже, ребята, то, что с тахаратом сейчас наши прегрешения, альхамдулили, смываются. То есть, об этом мы должны размышлять во время этого. Это зиннис-саля, то есть, именно мы должны украшаться на намаз. То есть, одевать красивую одежду, скажите так, пожалуйста. Одевать красивую одежду должны, то есть, когда мы едем, не там старую, какую-то там спортивную, там старую вещь, там, да, именно чистую, дорогую вещь, которую мы, альхамдулили, для себя держим, именно вот эту вот намаз. Потому что мы знаем, перед кем мы будем сейчас стоять. И это, Аллах, Субхану Таалан, нас от этого требует и говорит, Субхану Таалан, «Я, айюха, лэзина, аману, куду зинатакум, инда кулли масжид». О, верующие, перед каждой молитвой, перед каждой, когда приходите в мечеть, украшайтесь. То есть, одевайте красивую одежду. Красивая должна быть одежда, дорогая, вот, именно, которая есть у нас одежда, самая лучшая, именно мы должны выбирать ее для намаза. Обычно, как бывает, уважаемые братья, сестры, дома человек молится, там, пижаму оденет, старую какую-то одежду оденет, там, да, как раз никто не видит, там, это. Перед Аллахом, Субхану Таалан, стоят намазы. Нет, самую красивую, самую лучшую одежду мы должны выбирать для намаза. Ибн Умар, рада Аллаху Аль, увидел своего помощника нафиан, то, что когда он встал на намаз, встал без тюбитейки, без головного убора. Сейчас хотел бы пояснить, чтобы не было, или тогда, чтобы не было сейчас неких разногласий и так далее. Без головного убора действительно намаз, и можно читать. Но, однако, хляк, хилк, именно вот это холюк, в каждое время оно отличалось. То есть, например, во время Сахабы, во время Редуан Аллаха Али, у них как бы было бы, то есть, без головного убора читать намаз, это как бы неприемленно. То же самое, что сейчас Сауз Каравин, например, или там, в Эмиратах, если человек уходит на какую-то важную встречу, вы это знаете, да, он называет шимак, или гутру, то есть, вот этот вот полоток, белый гутр, называется, красный шимак. Если он без него пойдет на какую-то важную встречу, это как бы проявил неуважение к тому человеку, к которому он идет. Это и Ахля Халич. И здесь мы тоже как бы, во времена Сахабы, если без головного убора читали намаз, сейчас мы не будем заходить, мы с аля фикхи, это сунна, или это ваджеб, или это желание. Вообще, это было неприемлемо читать намаз, молитвы без головного убора. И тогда Ибн Амар, Радуллаху Айн, сказал, то есть, в этот момент он понял, что он красиво полностью не оделся для намаза. Если ты сейчас пойдешь на встречу с правителем, так в таком виде пойдешь. Он говорит, нет, конечно, я лучше красивее оденусь и по стене завяжу свою головную уборку, то есть, имама, некую вот эту чалму. И тогда он сказал, что красивые слова Ибн Амар, приукраситься, красивую одежду одеть перед Господом рабов, это должно быть в первую очередь. То есть, в первую очередь, если ты перед султаном, перед правителем так не выйдешь, тогда что говорить перед создателем, как ты должен быть одет. То есть, и даже в домах, я должен вот сам себе говорю, братьям и всем нам близким, даже в домах, когда мы читаем намаз, витер намаз, например, другие, не вне Рамадан, не нужно одевать ту одежду, в которую ты собираешься спать, пижаму и так далее. Одень хорошую одежду, переоденься, и потом уже ложись спать, потому что это способствует того, чтобы было хушу, чтобы была некая набожность в намазе. Когда намажешь хороший миск, это тоже тебя побуждает, чтобы была некая набожность во время молитвы. Второе. Когда он стоит перед Аллахом, говорит Аллаху Акбар, в этот момент он должен смотреть на место, куда будет делать сажда, на то место, куда будет делать земной поклон. Это тоже побуждает, дабы быть богобоязненным во время молитвы. Айша, рабдаллаху Аня, спросила пророка Мухаммада, о том человека, который во время намаза поворачивается или головой, или глазами смотрит по сторонам, что это такое? То есть в этот момент пророк сказал, что это воровство, которое ворует шайтан из намаза, раба Аллаха, это воровство, которое ворует шайтан из намаза раба Аллаха, субханаллаху Акбар. Поэтому пророк Мухаммад, саллаху Акбар, в другом халисте, сказал, или, говорит, народы перестанут поднимать свои взоры во время молитвы, то есть по сторонам смотреть, или Аллах не вернет им зрение. Субханаллах. То есть может быть такое, что Аллах заберет их зрение. И в другом риваяте, то есть до того это важно, чтобы человек во время намаза не поворачивал, не по сторонам смотрел, чтобы шайтан не воровал из его намаза. Поэтому, если человек отвернется от Аллаха во время молитвы, то есть своим взорами, или своими глазами, или головой, тогда Аллах от него отвернется. Аллах, субханаллах, его оставит. Поэтому в этот момент, уважаемые братья и сестры, общаешься, и другой берет телефон, и там во время общения с тобой смотрит, там переписки с кем-то, да? Или смотрит, там кто-то, да, 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 брат говорит, продолжает тебя слушать. Это не уважение по отношению к брату, это некрасиво. А как перед Аллахом, субханаллах, когда мы намаз читаем, и, субханаллах, смотрим по сторонам. Перед великим, которого Аллаху акбар. И в тот момент, когда мы читаем, «Альхамду лиллахи, раббил алиамин». И в этот момент, субханаллах, говорит, «Альхамадани, абди, мой раб, меня васхвалят». «Альрахмани, аррахим, маджадани, абди, малики, яуми, дин, аснаь, алия, абди». То есть, когда мы говорим, вот эти проявления, «Альрахмани, мил, сиблосердный, царь судового дня». То есть, субханаллах, и в этот момент, Аллах, субханаллах, говорит, «Мой раб, меня, мой раб, восхвалят». Вызвеличивает. «Тебе мы поклоняемся, у тебя попросим о помощи». И в этот момент, Аллах, субханаллах, говорит, «Хада байни вабайна абди». «Это между мной и моим рабом». «Ихдинас сыра, талиму стакаим». «Веди нас прямым путем». И тогда, Аллах, субханаллах, говорит, «Хада ли абди, валия абди, масааль. Это моим для моего раба». Мою рабу будет то, что он меня попросил. И в этот момент, когда ты взываешь к Аллаху, Аллах тебя слушает, отвечает. И ты в этот момент отворачиваешься, смотришь на кого-то помимо Аллаха, отвлекаешься и не сконцентрируешься над Аллахом. Если Аллах тебя видит, я сам тебе говорю, если Аллах за нами наблюдает, то мы должны уважать Аллаха в тот момент, когда Он за нами наблюдает. Мы должны уважать Аллаха. Аллах за нами смотрит, Аллах отвечает во время молитвы, и мы не имеем права небрежно относиться в этот момент, смотреть по сторонам, думать о чем-то другом, или думать, когда закончится эта молитва. Должны смиренно находиться. В этот момент сердце у нас присутствует во время молитвы. У нас есть еще время, чтобы закончить тему? Или как? Минута три есть, иншалам. Ахраджу Ахмад в муснаде, яقول, салаллаху алейкум салам, Ибн Аллаха Амара Яхия бин Закария бекхамсы калимат, а не ю'алли ма хумна этот хадис. Ибн Ахмад в своем муснаде приводит его. Это адбани Исраил, как сказал Barack Muhammad в салаллаху алейкум салам, в хадису анбани Исраил фала харач говорится, передавайте адбану Исраилю, в этом нет ничего такого, в достоверных источниках. И он не вовремя это сделал Чуть-чуть припоздал Тогда Иса Ибн Мариям ему сказал То есть ты уже опоздал Почему ты так долго не рассказываешь Не говоришь Что Аллах приказал О мой братишка Я боюсь если ты меня перейдешь То этот Аллах разозлится И накажет меня за то что я не вовремя это сказал Тогда Яхья бин Закария сказал Соберите народ Соберите детей Яков и Ибн Исраил И они все собрались И много и много толпа собрались И друг на друга начали садиться То есть столько места даже не хватало То есть стояли как стенами На стены даже залазили И тогда он сказал пять вещей И одно из этих То что Аллах приказал И Аллах вам приказывает молиться И поистине То есть будет поворачивать свою лику К лику своему рабу Во время молитвы Если он не будет от него отворачивать Свою лику Если он не будет смотреть по сторонам Аллах будет отвечать Это еще было для бину Исраиля И что говорить уже о нашей уме Потом следующее что нужно Чтобы получить некую Должно быть спокойствия во время намаза Не должен как ворон молиться Как некоторые видели страну Аллаху барся в Аллаху бар, Аллаху бар, Аллаху бар, Аллаху Должно быть Должно спокойно В каждом действии Таадилю аркан Фиксация вот этих арканов должна быть Чтобы было туманина Поэтому Пророк Мухаммад Один из мужчин читал намаз И тогда Пророк Мухаммад Сказал Перечитай Если ты не читал намаз Почему он сказал Перечитай Потому что он быстро читал И когда учил Спокойся в намазе И тогда сказал Не будет действительно намаз В каждую из вас Пока вы не будете спокойствия Проявлять своих молитвах Поэтому Самый быстрый говорит Вороство Это когда ворует из намаза Из намаза человек И тогда спросили Как он ворует шайтан Когда он четко не фиксирует Земные поклоны И поясы поклоны Аллаху Вот это самое быстрое вороство Которое ворует шайтан Из намаза человека Следующее что Уже за этим заканчиваем Чтобы закончить нам тему Если дадите пару минут Следующее То есть Каждый из нас должен думать Братья и сестры Когда он говорит Аллаху Акбар В этот момент Должен представить Что это последний намаз Салю салату муаддя Я знаете Когда это Конкретно Сам по себе понял Когда мой папа Рахам Аллаху Был имаму И когда он последний То что он думал Потому что после намаза Еще вернется И вернется к своей семье И на следующий день Будет проводить хутбу Еще и еще намаз прочитать Но это было Последний саля Он сказал Магриб Это был четверг Магриб В восемнадцатом году Аллаху Акбар Сказал И на третьем ракате Упал И больше не возвращался И он не представлял Он не думал Что умрет в намазе Что заберет Аллаху Наш намаз И тогда Мы прочувствуем Некого-то Эту боязнь Во время намаза Поэтому Если бы Аллах Заберет твою душу Во время намаза Или перед таслимом Или сразу После самолета Как бы мы хотели Чтобы это наш намаз был Каким бы мы хотели Чтобы наш этот намаз был Так мы должны Думать Что это наш последний намаз Читайте намаз Как будто вы прощаетесь С этой дуньи Читаете кому-то Последний намаз Вы читаете Чтобы человек Прочувствовал Что после этого намаза Он уже больше Не прочитает Другой намаз Сказал Мухаммад Саллаху Алиса Поминай Смерть Во время своего молитв Когда говорит Аллаху Акбар В этот момент Думай о смерти И последнее Пятое Если мы понимаем Кур'ан Арабский язык Когда имам Читает аяты За ним Если мы стоим Стараться Вместе с ним Размышлять Над аятами Аллах Субхану Ата'ля Говорит Китабун анжальнаху Илейкин мубаракуни Яддаббару аяты То есть мы Спасляли этот Кур'ан Книга Баракатная Для того Чтобы размышляли Над его Аятами Поэтому Почему люди Размышляют над Кур'аном Размышляют над Кур'аном Замки Поэтому Если имам Читает Например Аяты Визвеличено Аллаха Заставляет Чтобы наше Сердце Просыпалось Чтобы размышляло Именно сердцем Должны размышлять Если Азим Халку Аллах То есть Аллах Субхану Ата'ля Когда читает Про Азамата Когда читает Про Инна Фи Халку Сама Вад Вах Тила Фи Лейли Ван Нахар То есть Когда Про Велика Творяна Аллаха Старайся Размышлят Над этим Когда читает Про Аяты Про Аяты Скучайте Про Аяты Штакули Читает Про Аят Про Бойся Бойся Попасть Когда читает Про Судный День Думай Размышляй Твое Стояние Перед Аллах Судный День Что Наступит Этот День И Ты Станешь Субхану Ата'ля Это Побуждает Нас Дабы Наш Намаз Был Нем Хушо И Последнее Мы Завершаем Хотел Завершить На Этом Мы Должны 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 Понимать То Что Мы Стоим Перед Великим Аллах Субхану Ата'ля И В этот Момент Должны Понимать Аллах Наш Не Нуждается Аллах Не Нуждается В наших Намазах А Мы Нуждаемся Во Всевышнем Субхану Ата'ля Поэтому Я Кули Саллаллаху Алейх Васалям Инна Хадакум Иза Кама Юсалли Фа Инна Ма Юнайджи Рабба Если Кто-то Из вас Встает На Намаз Пускай Он Понимает В этот Момент Он Обращается К Аллах И Пусть Смотрит Как Он К Нему Зывает Как Он К Нему Обращается Пусть Посмотрит На Сво Звание И Последнее Что Должны Мы Стараться Чтобы Не Отвлекаться Вообще Время Намаза И Все Что Отвлекает От Намаза Отдалять От нас Поэтому Если Пришло Как Принесли Ужин И Наступил Намаз То Поужинайте И Потом Прочитайте Намаз Чтобы Тебя Ужин Не Отвлекал От Этого Если Хочешь Человеку Справить Нужду Нужно Сходить Обновить Обновение Потом Стать На Намаз Чтобы Ничего Не Отворачивало Намаз Поэтому Дети Бывают Где-то Там Играют Там Дом Читая Намаз Они Там Какие-то Игры Играют Там Отвлекают Надо Постараться Детей В комнату Убрать Чтобы Они Себя Не Отвлекали Или Меняться С супругой Вначале Ты С детьми Посиди Она Почитай Потом Наоборот Если Это В доме В этот Момент Нужно Стараться Что Все Что Отвлекает Тебя Что Люди Там Где-то Разговаривают Поэтому Телефон Зазвучал И его Телефон Семь Намаз Испортил Не то Что Испортил Но Человек Не получил Сладость Во время Молитвы Которую Хотел Получить Поэтому Отключай Телефон Ставьте На Были Там Вещи Такие Мулев Она Была Маленькая И Была Одежда Такая Разноцветная Разноцветная Одежда И Был Там Знавески На Которые На Окошке Они Такие Разноцветные Были И Тогда Убери Это От нас Во время Молитв Чтобы Нас Вот Эти Яркие Краски Не Отвлекали От Намаза Так Он Поговорил Пророк Мухаммад Салам Поэтому Все Что Отвлекает От Намаза Некие Краски Телевизор Где Ты Играет Намаз Читаешь Дети Тут Бегают Все Что Тебя Отдаляет От Того Чтобы Настроить Во время Молитвы Это Нужно Отдалить И Эти Вещи Нам Помогут Получить Набожность Во время Молитвы И Именно Прочитать Ту Молитву Которую Читали Пророк Которую Прочитали Сахабы И Ради То Ради Чего Аллах Приказал Нам Читать Намаз И Мы Прочувствуем То Что Эта Молитва Никак Не Другая Молитва Прочувствуем Тогда Некий Трепет Перед Аллахом И Сладость Молитву Прошу Прочитаем Мы Были Все Которые Читают Намаз Трепет И Чтобы Мы Все Вместе Зашли В День Не Только Через Двер Райан Через Бабль Через Через 7-8 Дверей Чтобы Нам Открылись И Достигли Высшей Степени Очень Много Писали В Комментариях Салямы Кто Ушел Мы Пока В нашем Формате Не Добрались До Ответов На Вопрос Но Если Будет Получаться С Хазратом Переговорим Иншалла Будем Стараться В эфире На Несколько Вопросов Отвечать Иншалла Тоже Будет Получаться Иншалла Всем Кто Был Хазрат Потом Мы Хотели Формат Чтобы Не Было Так Урок Возьмем Про Макамат Про Историю Как Куран Собирался Иншалла Какие Вещи По Таджвиду И так Далее Будем Как То Вместе С Вами Вести Чтобы Было Интересно Что Улюмин Куран Что Знание Все Большое 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 Такое Море Знаний Иншалла Фекум Баракалла Иншалла Да Ну Формат Я думаю Так Интересен Машалла Тем Очень Актуальны Если Будет У нас Получаться На вопрос Вообще Замечательно Но И туда Макамат Иншалла Что Хочу Сказать Мы Завершаем И Вчера Мы Приглашали На одно Из мероприятий Академии Медина Пару Слов Скажу У нас Одним Из мероприятий Академии Медина Которые Проводятся Ежедневно У нас Целый Марафон Есть мероприятия Для детей Для братьев И для сестер Что касается Сестер Есть Два Направления Это Чтение Всего Корана За Рамадан И Тафсир Сегодня Хотелось Бо Пару Слов Сказать О Кружках Которые Есть У Академии Медина Где Сестры Могут Прочитать Весь Коран Наши Сестры Жены Матери Тети Они Люди Занятые Мы ждем Вечера Они Весь День Готовят Смотрят За Детьми Не Всегда Не У Всех Даже При Желании Получается Весь Коран Прочитать Краата То есть Чтение Вот Эти Кружки Которые Присутствуют В Академии Медина Они Помогают Человеку Мотивируют Его Когда Сестра Чувствует Что Рядом Есть Дистанционно Рядом Есть Плечо Других Сестер То есть Это Помогает Мотивирует Сестер Все-таки Приходить Присутствовать И читать Мы Когда Мы Объявили Набор На Эти Кружки Там Около 7-8-9 Кружков У нас Есть Сразу Все места Были Заняты Сейчас Появились Свободные Места Поэтому Иншалад Технический Специалист Опубликует Ссылку Под Видео И Желающие Сестры Могут Присоединиться Там Есть 7-8-9 Ссылок На Телеграм Группы Если Одна Группа Не открывается То есть Она Переполнена Нажимайте На другую Кликайте На все Эти Группы Иншалад Вот Сегодня Завтра Места Будут Вот Это Маленькое Объявление Встретимся С нашими Братьями Сестрами Ровно Через Сутки 18.00 По Москве Аллах Барик Салам Алейкум Варахмат Аллах Барах Продолжение следует